Всем приветик! Мы приехали на дачу. Сегодня суббота. Дети обещали приехать. Вот мы пораньше приехали. Дома я поставила тесто. Дрожжевое. Хочу испечь. С повидлом, брогалики какие-нибудь. Тесто подходит. Замариновала курочку. Курочка такая маленькая. Пятерки купила. Картошку с собой привезла. Логушку привезла. Лимончик. В пятерочку сегодня зашла. Купила сырок. Базилик. Буду вялить помидоры. Димульки Мандемские. Уксус. Две упаковки за 99,99. Соль чечен. Мне так нравится эта колбаска. На бутербродике. Так, это у меня пленка для упаковки и хранения пищевых продуктов. Дворожок пятипроцентный. Сметанка простоквашена. Двадцатипроцентная. Мягкий батончик. И остатки. Здесь грушевое варенье с апельсинов. С апельсином. Это начинять рогалики. До этого я покупала у меня кукурузный крахмал. Буду соединять, чтобы не текло. Также вот такую штуку из дома привезла. Это все для рогаликов. Так, ну и покажу вам, как в прошлый раз мы повесили картины. Вот набор янтарный повесили вот так. Голую женщину Сашину повесили вот так. Из дома привезли вот такой вот фотопортрет наш. Он без меня никуда не повесил. Вот такие мы красивые. Эта доченька нам делала на какой-то праздник. Наверное, на праздник семьи. Наверное, вот так как-нибудь вот так повесим. Или, может быть, с этой стороны. Ну, в общем, куда-нибудь. Вот такие красивешные мы тут. Вот. А я постельное белье привезла, чистое. Сейчас буду заправлять койку. Сейчас будем заправлять койку, потому что дети сегодня будут ночевать. Нужно постелить простынь и пододеяльник наволочки. Все, сейчас буду заправлять. А потом будем готовить. Застелила койку свою. Людмила, спасибо тебе за комплект, который ты нам подарила на день семьи. Очень приятный материал. Очень. Прямо расцветка такая вот чудесная. Прямо сплю сладенько. Спасибо. Все, детки сегодня на чистой постельке лягут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что ты там делаешь? Это мне дед что-то дал, я ее прессом сжимаю. Да ты че? Я тут уже и машинку старую сломала. Она уже подолбанная была. А что, тебе охота вот ломать, да? Да, я люблю ломать. А потом чинить? Да, как вот из этого уже сделать машинку. Ну ты даешь. Я думаю, чем он тут занят? Она уже поломанная была. Смотри, чтобы только в глаза ничего не отлетело. Я знаю, это там уже не пойдет. Ну давай, трудись, хоть чем-то занимайся. Ветер, ветер, ты могучий. Замок делал. Дочь обходит владение. А я цветочки смотрю, свои поливаю. Дочь обходит владение. Девушка привезла крылышки Ветер стих немножко Катя, как-будто тебя никто не видел А мы не слышим никакой музыки У нас вот музыка здесь Не причесывай Снимаешь Зачем? Что, баклажанчики еще пожарят с перчиками? Ну так а хочешь Там есть перчик помытый Ага Ага Перхоз Ты порно за завтром молодец А ты что, буголюк А Вань что-то с вами Давай Ну я же сказала, три перчика, три баклажани Плохо слышим что ли? Сейчас не петь, нарвешься Ха-ха-ха А что? Сейчас будет хорош Сейчас будет хорош, да? Он бежит, бежит, бежит Здесь не надо мыть ничего Я не мою, я ложь Кладу Шрабикус на месте Мы поужинать собрались Как всегда Да, доченька? Нас тряпала она вот Фончозы Я сказала, положи немножечко Ага Я тоже сказала Ну она не получает немножечко Она еще потом подкладывает Сынок, пошли кушать Дед наш там еще парится Утром встали, у нас холодрыга Ветерога И холодрыга Страшное дело Такой ветер Это ужас Мне кажется Вчерашний ветер Отдыхает Супротив сегодняшнего Я поставила Вялиться помидорки В бане Завтра у нас света не будет Хотела в ночь поставить Побоялась Вялиться помидорки Пять поддончика На двенадцать часов поставила Не знаю, когда я буду их В баночки закладывать Время покажет А сейчас мы садимся обедать Дети Дети наши замерзли Это что такое На моем красивом кустике Какой-то виноград там твой Приплелся Ты что-то мне почему-то руку не придавил Дети наши замерзли у нас тут Хотят домой Ждут, когда за ними папа приедет Пошли кушать, Саш Дети наши На, а? Стань, что ли? Дай поед Да поешь Знаешь, Киша Такой у нас опед В доме Замерзли, потому что Закоченили Закоченили Разогреваю Дочек хачапури нам привезла Сейчас попробуем Хачапури Ух ты, Энегинь Какая Папапури Все Всем привет Ну что, ребята, у нас морозяка Сейчас, пойдем посмотрим Сколько градусов Зять мне баночки привез маленькие Я говорю, что так поздно Я уже три раза покупала Мне надо Иваныча постричь Я ему говорю, раздевайся Он говорит, ты хочешь, чтобы я окалил? Хе Так Девятнадцать градусов Не окалеет Хе, сейчас пойду ему предложу Где будем стричься, в баню пойдем, что ли? Александр Иваныч Девятнадцать градусов Не окалеешь Нет, конечно В трусах будешь сидеть? Да Не окалеешь, Саша Нет, вообще даже Кремень Ну, выкинь ты вот эту фигню Ну, куда ее выкинуто? Когда буду увозить, выкину Ой, ну цветок шикардосный, да? Вот такие только надо покупать, Саш Вот в том году у меня тоже такой же цветок был Прелесть А я посмотрела В некоторых бутылках Прям на этих самых Уже прям росточки появились А, вот тут вот разъел Да, да, да Значит, это прижилось И там зелененький монкустик И там, смотри, зелененький А на жимолости, которую Таня дала Там еще даже на этом На сухом На сухом даже появился Ну иди, готовься Раздевайся до трусов Сейчас я приду А там свет-то хороший, что ли, у нас в бане Для пастрижки Для моей пастрижки Так интересно, я-то слепая Ну-ка, сейчас мы посмотрим, что тут в бане у нас Ах, помидоркой пахнет Помидоркой пахнет Сколько тут времени-то прошло у нас Ничего Точно придется мне ночью Заниматься помидорами Раскладывать в баночки И готовить масло Ничего, Саша, потом тогда половичок выбьешь Половичок вот этот, если Волоснет Накидаем Я мужественная женщина Остался такой холод здесь У нас в домике сейчас хорошо тепло Вот, на свадьбу не пошли вчера к родственникам А сегодня весть получили У Сашиного племянника У супруги мама умерла Завтра у нас похороны На похороны, конечно, надо идти Лена молодая и осталась сиротой Четыре года назад у нее умер папа Скоропостижно Какая-то атака была на сердечников Тоже был високосный год И он прям резко за сердце схватился И умер в гараже И в этот же момент Умер папа У моей подруги Тоже от сердечного приступа Вызвал скорую А скорую уже не смог дверь открыть Два дома рядом И Прям вот два дома рядом В одном доме вот умер Ленин папа А рядом дом вот моей подруги папа В один миг Представляете, вот так получилось И вот через четыре года после Умерла мама у Лены Царство небесное розы во мне Не пережила она смерть мужа Заболела Заболела сильно Вот он Да ты что? А слабо на улице? Да слабо Да слабо Ха-ха-ха Сейчас мне на слабой его не надо брать Сейчас точно принесет Ну куда пошел ты, Саш? Да не будем Нет-нет, мне тебя жалко А там где это? Половичок потом это Выбьем Выбьем? Вы уж извиняйте, в труселях снимай мужика своего Они красивые же Ха-ха-ха Нас стульчик не принес, Саш Я сейчас стульчик принесу Давай, иди стульчик неси Вот он и хочет постричься А то, говорит, уже прям это Кудрю у него Да-да, уже дискомфортно Он себя чувствует Уже у него все там Так что вот Завтра пойдем на похороны Какое зеркало там у тебя? Вот такое Без обрамления? Да, просто зеркало Сюда вот эту деревяшку вот такую У этого плюшки, ну все, на чердаке есть У меня рубанок есть такой, который А, нет, у меня такого нет, у меня вот такой рубанок есть Смотрите на него, как он вот с кудрями С кудрями Это у него кудри Сейчас, сейчас посмотрите, какой он красавец будет Без кудрей Без кудрей Завтра утром домой и уедем Хочу огуречки собрать Наверху вот кое-какие, вот видите, есть Здесь внизу Уже ничего не видать Да, с огурцами В этот раз что-то как-то не очень Пупляточки маленькие соберу вот такие небольшие Ассорти с папидуркой Хоть еще баночку закручу С огурцами прям беда С огурцами прям беда С огурцами прям беда Китайские еще более-менее на еду Остальные никакие Ой-ой Что-то какой-то урод везет Вот такой Вот такой Вот урожай Китайский Китайский на еду Китайский на еду Завтра с утра некогда будет этим заниматься надо будет сразу в город отправляться нам. Вот урожай. И вот сжимолость я вам хотела показать. Мне соседка Татьяна несколько кустов отделила. Мы подумали, что не пойдет дело. Ну пошло дело, видите. Вот, вот. Казалось, да? Умер куст. Нет, вот и зеленочка пошла. Вот и вот. Вот на этом кустике ничего нет. А вот три кустика здесь. На двух проснулись какие-то пучки. Смотрите, вот. Вот. Так, перчик сейчас сорвем горький один. Сейчас пойду банки стерилизовать для вяленых помидорок. Ну-ка, огурец, покажись. Подожди, огурец. Иди сюда, лысый. Лысый, лысый. Иди сюда, лысый. Вот. Кудри уже не бьются у него. Нет. Прям хороший. Че? Мухы какие-то. Ну а спинкой повернись. Вот он. Ну сколько лет этому халату? Расскажи, расскажи, не стесняйся. Не помню. Мы с ним начали дружить, когда я к нему первый раз приехала в квартиру к родителям. Он вот был в этом халате. А я еще такой подумала, блин, какой мужик, а в халате ходит дома. В то время же не принято было в халате мужчинам ходить. Да? Но он ходил. Потому что ему мама купила. Дома-то я ему купила новый халат с гербом. По праздникам надевает после бань. Когда замерзнет сильно. Одевает валенки свои дома. Короче, халат надо взять домой, постирать его и вот это плечико зашить. А ты его не дам, ты разы. Ну плечико зашить надо. Я тебе здесь где зашью-то? Дома. Ну давай здесь. У меня тут нитки, иголки есть. Нитки желтого цвета я зашью тебе. Так, ладно, пошла банки стерилизовать. Баночки простерилизовала, крышки залила кипятком. Чесночок натерла. Блин. Чесночок выдавила через чеснокодавилку. А здесь у меня травы. Прованские травы, базилик и... Сейчас покажу. Так, это базилик. Прованские травы. И... Вот такая приправка. В общем, на три приправки соединил понемножечку. Вот такая приправка. Теперь ждем только помидорки. Масло оливковое. Если не хватит, вот еще он нерастительный. Есть нерафинированная слобода. Смотрите, какой закат у нас. Ветер хоть немножко стих к вечеру. А ночной чердаке сидит, лук обрезает. Хочу грушу с дерева снять и съесть. Какая сладость. Прелесть. Красавица наша. Мурашками вся покрылась. Все та же, девятнадцать. Мурашки. Смотрите. хочу вам показать соседская слива как наклонилась к нам через забор они ее там подперли нам хоть тоже подпирай потому что полностью в малину это все упало видите чё с ней делать мне это тоже вот она надо попросить его битку это спилить погода такая сильная ветер соседи наши опять уехали дамы что такой холод здесь делать тем более завтра с утра не будет цвета сидираты сашины мошки все съели жалко что такие груши нельзя хранить кушай пока сейчас все и и и 3 часа 10 минут еще до конца утра следующего дня чуть-чуть там пролит у нас холод холод иван чего-то тельняшки теплые безрукавки с утра я бы приехали летом уезжаем осенью голубокое вчера чуть ли не до пол первого нам вялили помидоры осталось вот в баночке не полезло в другие оставили для еды тебе положить закусочка вкусные с оливковым маслом у меня на канале есть рецепт видео когда буду монтировать я вам ссылочку дам вкусная закуска и к выпивке и просто вот так бутербродику прелесть но я немножко здесь добавила свое так как термометр не взяла не могла померить я температуру масла до кипения его не надо было доводить как я делал в предыдущем предыдущий год в этот раз я повелила помидоры сложила стерилизованные баночки пересыпала базиликом специями пересыпал это перри переложила чесноком выдавленным и потом стерилизовала после закипания пять минут все баночки и чуть-чуть чуть-чуть прям вот я не знаю наверно пол чайной ложечки в каждую баночку я положила девятипроцентный уксус потому что говорят что помидоры если чуть-чуть чуть не так они закисают но в том году у нас вот до этого года простояли помидорки год ничего не закисло все было очень вкусно заливала оливковым маслом боргес и олива что-то еще виллэдж по моему нас масло так что получилось вкусно сейчас вот как раз помидорки пошли так что их можно и не обязательно в сушилке в электрической вялить их и вялит и в духовке множество рецептов есть на ютюбе посмотрите у кого нет сушилки наконец-то мой урожай баклажанчиков морковку посмотрите вымахала какая последние огуречки собрала урожай груш сейчас разделим развезем в разные дома редька черная то что я сажала саша нашел всего две остальное все мошки съели я говорю запах редьки перебил запах лаванды саша да это вообще такая воня от нее парфюмеры возьмите на заметку на заметку да лаванда так пахнет вообще супер полила грядки с вами сейчас уезжаем домой саша время уже много давай закрывай воду одеваюсь я иду и мы поехали нам к часу сегодня на похороны все убираю все на улице прям холодно и собираю сумки